Вот так весело и по-спортивному в средней школе деревни Высточи прошла демонстрация системы пропаганды здорового образа жизни. И это лишь один из шести этапов программы. В шестой день недели дети и родители были участниками открытого диалога, игры, путешествия по дорогам здоровья, велосипедной прогулки и других интересных занятий. По мнению директора школы Галины Боценко, важная составляющая звено в цепочке здоровья, обучение волонтеров в рамках психологического тренинга. Принцип, по которому сегодня будет проходить тренинг для старших классов, принцип равный обучает равного, где сами сверстники обучают себе равных по возрасту. То есть это идет горизонтальное направление в нашей работе. Именно этот принцип лег в основу проекта «Здоровому здоровью и здорово», который был представлен коллективом школы на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» и в итоге вошел в топ-сотку инициатив. Проект «Победитель» был разработан в рамках программы «Висточь и здоровый поселок». Активное участие в ней приняли и родители, показывая своим детям, что здоровье – это основа жизни. Мы зарядку делаем регулярно. Папа очень любит зарядку и приучает детей. Я тоже поддерживаю это. А также мы бегаем. Летом плавание очень. Посещаем все озера. Это очень традиция нашей семьи – посетить какое-то озеро в неделю, поплавать. Свою уникальную программу «Дня здоровья» продемонстрировал и коллектив средней школы деревни Чернавщицы. Пока одни путешествовали на поезде здоровья, другие играли в волейбол, изучали принципы здорового питания в научной лаборатории. Словом, здорово поработали над своим как умственным, так и физическим развитием. В процессе реализации программы был сделан вывод – когда семья и школа действуют в унисон, ребенок, чувствуя эту поддержку и, видя достойный пример, сам загорается идеей. Когда родители и учителя работают вместе в одном направлении, ребенок это чувствует, вот это содействие, и развивается, наверное, быстрее, и он поддается быстрее воспитанию. По итогам районного конкурса на лучшую систему пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, первое место занял коллектив средней школы деревни Выстычи. Серебро завоевали томашовцы. Соответственно, третьим стало учреждение образования деревни Чернавщицы. Что самое главное для каждого человека – это его здоровье, здоровье его близких. И, конечно же, для любого государства здоровье нации – это прежде всего. Жюри увидели новые формы работы с учащимися по организации здорового досуга. Мы увидели включение в деятельность всех субъектов образовательных отношений. Мы увидели взаимодействие с различными организациями, структурами, и мы видим результат. Ну что ж, Брестский район – это территория здоровья.